Всем привет! Это проект Собака Палов на Эксперт КР. Дожили свежий воздух по 15 гривен за пол-литровую банку. В Киеве в парке Шевченко завезли свежую партию лечебного воздуха из мужского монастыря. Вы только вслушайтесь. Ликувальное монастырское повитрие. На этом у меня все. Я думаю, комментарии здесь излишни. Это же насколько нужно бояться своих граждан, чтобы увеличить количество обязательных подписей под петицией с 500 до 7000. При таком количестве жителей такое количество подписантов в 14 раз больше, нежели в других городах. У нас не все политические партии в городе набирают такое количество голосов. Вы только представьте, чтобы продвинуть какую-то вашу идею, это почти как выиграть выборы в горсовет. На улице города вернулись старые гаишники. Согласно официальной статистике, рост ДТП составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Похоже, что новые патрульные полицейские не справляются в полном объеме со своими обязанностями. Не знаю, каким образом старые гаишники могут помочь, но самое опасное, что могут сделать, это передать новым копам премудрости несения автодорожной службы. Чи высточить нам силы из работы так, чё бы впала стена. Славик Вакарчук своим творчеством рушит стены, но в случае с Кривым Рогом – заборы. Я думаю, это первый концерт не только у Славы, а вообще в Украине, когда фанатов за забором было больше, чем в фан-зоне. Так что это новшество певцу не понравилось, и он пошел договариваться с организаторами, чтобы те впустили людей на стадион. Тем самым подчеркнул, что люди важны все, а не только те, которые на стадионе и в частности на трибуне. На этом все, дорогие друзья. Ставьте лайк и делайте репост. Оставайтесь с проектом Собака Палов. Увидимся!